Привет, друзья, с вами Ваймс, и это мои планы на неделю с 24 по 30 июня 2019 года. В выходные была доступна бета-версия Monster Hunter World Iceborne Экспансиона, на плойке в следующий выходной она тоже будет доступна, и все эти выходные я был занят в основном этой бетой, так что времени записать что-либо еще у меня не было, потому что я хочу кое-что по этой бете сделать в дальнейшем. Так что все выходные я сидел и записывал бету, и поэтому в понедельник абсолютно нихрена в плане новых видео и в плане стримов тоже. Стримы начнутся во вторник на этой неделе, и это будут три стрима, вторник, четверг и пятница. Borderlands 2 продолжается, все как обычно, в общем-то. Поедем спасать Роланда, поедем куда-то там дальше, я не помню, что дальше, но в общем что-то дальше. Пушки дальше, лут, скиллы, снайперки и не только, боссы какие-то. В общем, борда. Борда она и есть борда. И на стримах только она на этой неделе. Не на стримах, на видео намного больше всего интересного, опять же, начиная со вторника, в понедельник ничего, кроме второй половины записи стрима субботнего. Но на видео на этой неделе продолжается Void Bastards, который уже больше чем на половину, наверное, пройден на максимальной сложности. И там все сложно, но интересно. Также продолжаются Battle Brothers, которых я начал на прошлой неделе. Мне дали несколько интересных советов в комментариях, так что надо будет их как-то применить и попытаться в чем-то еще там разобраться. И хоть как-то научиться играть. Так что это продолжится. Также я хочу начать прохождение Bloodstained, в чем суть я сделал. Там достаточно неоднозначные комменты в том плане, что есть часть людей, которые говорят, что вот игра говно, графон ужасный и все такое. Есть часть людей, которые говорят, что во, это супер, это лучше Метроид Ваня за все время и Hollow Knight говно по сравнению с этим. Эти люди не правы. Ну и первые тоже не правы. И, наверное, есть немножко людей, которые, ну, просто адекватная игра, как адекватная игра. Что, в принципе, ближе к правде, наверное. Но, тем не менее, игра мне нравится, так что я хочу попытаться сделать прохождение, посмотреть, разобраться и все такое. Так что Bloodstained на этой неделе тоже начнется. И будет целых три игры в прохождениях таких достаточно активных. Также в менее активных прохождениях или чем-то подобном Monster Hunter World все еще существует. Не Iceborne, а оригинальная версия на PC, в которой я пытаюсь убить всех древних драконов, то есть весь эндгейм, по сути, всеми пушками. И часть следующего видео у меня уже записана в том плане, что трех драконов, следующей пушкой я уже убил из шести. Так что нужно найти момент, чтобы затыкать еще трех драконов и это записать, озвучить и выложить. Так что, скорее всего, это на этой неделе тоже будет. Ну и, помимо этого, у Бетти Айсборна какой-то контент когда-то будет. Я думаю сделать гайды по оружию. В принципе, такие охватывающие и Monster Hunter World оригинал, и Айсборн. То есть не просто изменения в Айсборне, а именно полноценные гайды по всем пушкам. Но, естественно, гайды по всем пушкам я за одну неделю явно не сделаю. Так что я не знаю, когда они будут. Но к релизу Айсборна хотелось бы выложить такие небольшие условные гайды о том, как играть каждой пушкой примерно, и что она из себя представляет, и как оно вообще работает. Так что план такой. И, собственно, для этого я все эти выходные записываю геймплей Бетти Айсборна. Ну и также, помимо всего этого, Поя все еще где-то существует. Я не знаю, найду ли я время поиграть, потому что с этим как-то напрягив последнее время. Но если найду, то может быть какой-то контент по Поя. Там, в принципе, следующий логичный контент — это собрать несколько эмблем и сходить на карту с эмблемами, но они собираются довольно медленно. И при этом я еще и не особо играю, потому что разные другие вещи есть, которые немножко важнее в данный момент. Так что когда-то Поя, возможно, не на этой неделе. Возможно, на этой неделе. Как получится. Ну и, в общем, да. Дофига всего получается на этой неделе. Скорее всего, что-то из перечисленного я сделать не успею, так что в этом случае оно перенесется куда-нибудь на следующую неделю. Также на новые релизы какие-то смотреть уже времени вообще не остается, хотя там вышел Dota Underlords бета-версия. Но хотя я немножко потыкал, и оно слишком больших усилий требует, чтобы разобраться. Так что не, наверное, ничего по Underlord от меня не будет. Ну и также там вышла демка какого-то интересного роуглайта, Children of Morta. Но хрен его знает. Опять же, будет ли у меня время посмотреть на нее? Может быть, да, может быть, нет. Но и в любом случае, это демка, а сама игра выходит в сентябре. Так что хрен его знает. Возможно, даже и не стоит на нее сейчас смотреть, а стоит подождать сентября. Ну, в общем, да, неделя какая-то безумно загруженная всяким разным контентом. Понятия не имею, что я с этим буду делать, но что-то с этим я буду делать. Так что это все мои планы на эту неделю. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok